Время 8 часов. По регламенту избирательный участок объявляется открытым. Все, голосование началось. Спрошу избирателей голосовать. 17-й участок Абакана в центре города. Избирателей по спискам около 2000 человек. Члены комиссии готовы к напряженной работе. Настроены серьезно на выборы. Потому что выборы в этом году получились у нас очень сложные, затяжные. Поэтому, чтобы прошло все гладко, без эксцессов, будем стараться, естественно. Все прозрачно, все подготовлено. Итак, повторное голосование, которое не раз переносилось, наконец началось. Политическую ситуацию сегодня обсуждают в каждой семье. За ситуацией в Хакасии следит вся страна. Эти выборы уже названы беспрецедентными. В бюллетене один единственный кандидат. И решить судьбу региона может один голос. Наблюдатели от КПРФ, причем не только жители Хакасии. Мужчина, отказавшийся говорить на камеру, рассказал. Специально для этого приехал из Новосибирска. И, видимо, не один. С других регионов приезжают наблюдатели, очень имеют много опыта. То есть смотрят все досконально, до запятой. Начало очень положительное. Все печати, подписи, все соблюдено, вся законность. Настрой положительный. Наблюдать, чтобы не было допущено нарушений в ходе избирательной кампании. В Калинина 342-й участок. К 9 часам голосует около 40 человек. Члены комиссии говорят, пока средняя явка. Потихоньку начинают подходить на участки люди и в расцвете. Одной из первых проголосовала глава Устябаканского района. Сегодня очень ответственный день для всей республики Хакасии. Я думаю, что каждый избиратель должен принять свое решение, отдать свой голос. И я уже свой выбор сделала, потому что мне не безразлично дальнейшее развитие республики, своего района. Это очень важно, потому что наше мнение всегда важно, особенно молодежи. Я с работы пришел. Сразу, думаю, проголосую и все. Со смертной сутки отработал. Ну, я думаю, изменения какие-то будут к улучшению. И все. Перевыборы. Перевыборы ждем. А, в общем-то, я целиком и полностью поддерживаю только Разважаева. Только Разважаева. И я все-таки думаю, что выборы будут в феврале. Почему-то. Ну, а настрой какой? Идти надо, потому что все равно все это наша жизнь. Все это для наших детей, для наших внуков. По состоянию на 10 часов в голосовании приняли участие около 4% избирателей или почти 15 тысяч жителей республики. Вот явка избирателей по территориям, которую предоставил избирком. Активнее всего с утра голосовали в Таштыбском районе. К 10 утра там пришли на участки почти 7% избирателей. Самая низкая явка пока в Абакане. Здесь в выборах приняли участие менее 3% голосующих. В числе первых свой выбор сделал глава Абакана Николай Булакин. Свой бюллетень он опустил на избирательном участке 30-й школы. Мэр города подчеркнул важность сегодняшнего голосования и призвал жителей Хакасии не игнорировать его. На этих выборах в бюллетене указан всего один кандидат. И нам с вами нужно принять очень серьезное ответственное решение. Можем мы доверить этому человеку, руководству республики, или нет. Нельзя допустить, чтобы за вас это серьезнейшее решение принял кто-то другой. С этим согласны и жители республики, которые уже сделали свой выбор. Они уверены, именно от решения народа зависит то, как будет развиваться Хакасия в дальнейшем. Кандидата надо выбрать достойного, хорошего, который, конечно, чтобы был нам старикам и жителям Хакасии, помогал нам. Я хочу вектор развития промышленности в нашей республике покончить, наконец, с коррупционными составляющими. Я хочу за то, чтобы было будущее у моих детей. Ну, чтобы наша республика развивалась, а не была вечно в долгах. Чтобы все было в Хакасии хорошо, чтобы онлажал богатый, чтобы пенсии были достойные, чтобы молодежь получала квартиры, пусть даже социальные какие-то квартиры. Виктория Титова, Андрей Доржу, РТС. Параллельно на избирательных участках проходит народное голосование. Напомним, с такой инициативой выступили общественники Хакасии. Сформировалось даже целое движение. Жители республики сами определили претендентов на звание народных глава. В списке больше трех десятков фамилий. Это известные в регионе политики, общественники, депутаты и предприниматели. Цель акции при помощи опроса простых людей определить авторитетных лидеров республики. Наверное, хорошо, что спрашивают людей, чьё мнение, кто достоин, не достоин. Есть еще много, наверное, людей, которые достойны были бы главой. Ну, я считаю, что выбор должен быть у каждого. Ну, один к один тоже, конечно, это неправильно, но надо это, чтобы народ смотрел, за кого и за чё голосовать. Все время, пока идет голосование, в Хакасии будет работать информационный центр. Сюда каждую минуту стекается последняя информация о ходе выборов. Члены общественной палаты принимают обращения от граждан. До восьми вечера будет работать горячая линия. По телефонам, указанным на экране, можно задать вопросы, касающиеся соблюдения избирательных прав или сообщить о фактах их нарушения. Опыт у нас уже в этой горячей линии работы очень большой. И он, в общем-то, это мероприятие оправдывает себя. Действительно, звонков очень много. И мы совместно работаем очень, будем говорить тесно, с избирательной комиссией республики Хакасия. Потому как, будем говорить, члены общественной палаты не всегда могут на какие-то такие специфичные вопросы избирательной компании вдруг ответить. Мы тут же связываемся и человеку даем ответ, будем говорить, квалифицированной. Со своей стороны мы готовы обеспечить информационный центр оперативной информацией о ситуации на избирательных участках республики. Также аналитическими, статистическими материалами о ходе голосования, в течение всей работы этого информационного центра. В мониторинге выборов принимают участие и федеральные эксперты. Они заверили, информационный центр не заменит работу избиркома, а станет своеобразным независимым арбитром. Сегодня ситуация у нас следующая. У нас один кандидат и один наблюдатель. Как следствие, по факту, это не является объективное наблюдение. Это является субъективное. Человек один, как следствие, субъективное наблюдение. И вот в этом смысле для нас, конечно, вот эта инициатива крайне важна. Подобный информационный центр работал и на последних выборах президента страны. И, как говорят общественники, показал свою эффективность. Ольга Камзалакова, Дмитрий Паршин, РТС. Дмитрий Паршин, РТС. Версия прямых включений доступна на нашем сайте tvrts.ru Главные цифры первой половины избирательного дня озвучил сегодня председатель избиркома Хакасии. Брифинг Александр Чуманин провел в 10 утра. По его словам, в республике имеют право на голосование почти 382 тысячи человек. Участки работают с 8 до 20 часов. Сегодня все 388 участковых комиссий приступили к работе. Три участковых комиссии образованы в местах временного пребывания. Это у нас следственный изолятор, республиканская больница и Саиногорская межрайонная больница. Все избирательные участки предварительно прошли проверку на безопасность. По словам Александра Чуманина, 355 волеизъявлений жителей удалось собрать досрочно. 9 и 10 ноября члены комиссии побывали в 22 населенных пунктах республики, отдаленных и труднодоступных. Расположены они на территории Аскизского, Ширинского, Таштыбского и Багратского районов.